здравствуйте лих анатолий здравствуйте сергей собрались обсудить положение развития рабочего класса современной россии вот в ряде сми утверждают что такую позицию что российской федерации либо нет рабочего класса совсем ну либо его ничтожно мало можно этот вопрос как-то прояснить ну проясняет сам рабочий класс мы сейчас находимся в городе невиномысске это столица промышленная столица юга россии у нас более 10 серьезных заводов и у нас в городе этот вопрос практически ответ на этот вопрос очевиден рабочий класс есть и он многочисленный рабочий класс в россии где возникают такие вопросы и кого да у тех кто далек от рабочего класса у различных так называемых блогеров есть как известно везде из хорошие врачи плохие врачи хорошие учителя плохие учителя так и блогеры из хорошие плохие так вот у плохих блогеров которые не разобрались ситуации могут возникать подобные вопросы они не видят рабочий класс например в москве они не видят тех кто едет в 7 часов утра на работу а подъезжают где-то 10 к 11 к себе на работу либо вообще из дома работают поэтому они рабочих и не видят на самом деле в россии достаточно статистика не очень хорошие но достаточно стабильно можно и статистике выявить что в россии порядка 25 миллионов рабочих солидно кто такие рабочие то что в рабочие тебя некоторые записывают те кто считается левыми политически ориентированы левыми они себя записывать рабочие ну кто тут может и программист записался в рабочий кто то есть преподаватель может хочет считать себя рабочим если он немножко знает что-то слышала о марксизме ему симпатичен марксизм он себя записывать записывать рабочие но наверное ради революционности какой-то а кто такой рабочий это работник который производит материальный продукт между рабочим и самим самим производством самим орудием труда не стоит больше никого из людей вот это рабочие но мы говорим конечно о периоде капитализма и социализма то есть в производстве те кто непосредственно создают материальный продукт называют еще благом некоторые называют материальной ценностью но довольно правильно название материальный продукт или говоря философским языком вещь материальную вещь это рабочие и те кто производит такой продукт либо обеспечивает оборудование ремонтом то есть ремонтирует это оборудование транспортирует из из одной точки в другую те продукты которые необходимы для воспроизводства материального производства это все рабочие вот если кто-то везет в автобусе пассажиров это не рабочие это оказание услуги то есть то что направлено на человека это оказание услуги а если говорить о материальном производстве и производить материальный продукт это производит его рабочие все что в мире создано не природой а человеком это создано руками рабочих ну мы не берем сейчас патриархальные производства где там еще было сами натуральное производство мы сейчас это не рассматриваем и говорим сейчас о производстве о капиталистическом и о социалистическом производстве и так рабочих в россии уже довольно на протяжении целого ряда лет порядка двадцати пяти миллионов эту цифру надо вычислять она просто не дана так это надо смотреть различные справочники вот в своей диссертации от монографии развития работ к современной россии у меня приведены цифры которые вот примерно выводят на 25 миллионов где почитать на сайте фонда рабочей академии московском московского отделения размещена можно прочитать совершенно бесплатно это общедоступно и в прошлом году виктор иванович галко кандидат экономистик наук сделал подсчет на основе статистики у нее тоже где-то выходит цифры 24 25 миллионов рабочих но рабочий класс он неоднороден прежде всего имеет самое серьезное значение промышленный рабочий класс фабрично-заводские рабочие городские правы городские фабрично-заводские рабочие да в чем отличие этих понятий от пролетариат рабочий класс и городские фабрично-заводские промышленные в чем отличие понятий ну вот я сразу посоветую посмотреть видео михаил васильевич попова он прямо несколько раз разъясняет ну раз пять только я видел раз пять в различных роликах различия между этими понятиями я коротко на этом остановлюсь пролетариат если по происхождению этого слова это неимущие вот все кто неимущие кто не имеет собственности или имеет ее так скажем только то что на себе на себя одеть или какое-то жилище примитивное это пролетариат это прошло пошло еще с древнего древнего рима пролетарии но это не рабы конечно рабы это отдельный класс а пролетарии в древнем риме считались те свободные граждане которые были неимущими сейчас конечно понятие пролетариата иное в капитале маркса необходимо кто искренне интересуется необходимо прочитать капитал изучить его капитал карла маркса там пролетариат рассматривается по сути тождественно рабочему классу условиях капиталистического производства это как бы сужает но с другой стороны это делает это научный термин и стала научным термином поэтому в широком смысле пролетариат могут себя кто угодно туда записывать если у них нет какого-то либо имущества или нет средств производства это допустимо но только надо оговаривать что это не пролетариат в научном смысле слова в научном смысле пролетариат это рабочий класс если говорить о рабочем классе на этому уже останавливались то есть совокупный рабочий это рабочий класс это тот класс который производит материальные ценности благодаря которым живет все человечество но внутри рабочего класса тоже есть класс класс фабрично заводских промышленных рабочих это очень существенное разделение потому что именно когда говорят о диктатуре пролетариата имеется ввиду именно этот класс внутри класса внутри рабочего класса и вот если по посмотреть по численности в россии именно фабрично заводских рабочих то получается примерно 9 миллионов это не маленькая цифра для справки в царской россии в одна тысяча девятьсот тринадцатом году было немногим более трех минут 3,9 миллиона около 4 миллионов фабрично заводских рабочих это именно фабрично заводских рабочих около четырех миллионов сейчас 9 миллионов в рс фср было 18 миллионов советском союзе было 30 был 31 миллион в облизи заводских рабочих ну понятно почему это так происходило но в советский союз ясно что россия только часть территории Советского Союза, нынешняя Россия занимает. И разрушена часть производства. Когда говорят, разрушено производство, все разрушено, нет. Разрушено много, но не все. Если бы все у нас было бы разрушено, все производство, просто бы все влачили бы нищенское существование, вернулись бы в первобытный общинный строй. Этого нет. Сейчас у нас капитализм. Да, он среднеразвитый, капитализм. Но это капитализм. И он основан на том, что капиталисты эксплуатируют 25 миллионов рабочих. Из них 9 миллионов фабрично-заводских рабочих. Какова структура фабрично-заводских рабочих? Примерно я скажу, так по памяти это данные Виктора Ивановича Галко. Порядка 4 миллионов это в обрабатывающей промышленности, это машиностроение, металлообработка. Около 200 тысяч человек это инструментальщики, то есть рабочие, которые производят инструменты. Это вообще очень квалифицированная часть рабочего класса. рабочие в отраслях электроники и электротехники около 1 миллиона 200 человек. Операторы различных устройств, промышленных устройств, это тоже очень интересная часть рабочего класса, это около 2 миллионов человек. Вот примерно вот такой состав. Почему интересно очень операторы? Дело в том, что это уже такое пограничное между рабочим и интеллигентом. Это рабочий, потому что он руководит непосредственно, он производит непосредственно материальный продукт. Но уже нет тех физических усилий, которые есть у многих других рабочих, которые работают на станках предыдущего поколения. У кузнеца, например. Например, кузнецах или токарях, или фрезеровщиках, которые работают не на не на самых современных станках. То есть действительно это пограничное такое переходное положение. Это необходимо довольно высокий уровень развития. Образование часто работники эти с высшим образованием, например, аппаратчики те же, с высшим образованием для того, чтобы работать на таком оборудовании и производить материальный продукт. То есть рабочий класс не то, что там малым, огромное количество человек, два с половиной раза больше, чем в Царской России фабрично-заводских рабочих. И это говорит о том, что есть все основания для развития рабочего движения. Фабрично-заводские рабочие это наиболее передовая часть рабочего класса. Почему? Сами материальные, мы материалисты. Мы четко понимаем, что сами материальные условия организуют рабочих. То есть фабрично-заводские рабочие организуются самим производством. Не потому, что они там отбираются каким-то образом лучше и не лучше. Нет, само производство организует, если есть цех, если работают бригады, работают вместе, не только они общаются, они должны друг друга понимать часто с полуслова на многих работах. Поэтому само производство организует рабочих. И им уже легче устанавливать рабочий контроль над производством. Ведь если забастовка и забастовка такая последовательно организованная, то в период забастовки забастком регулирует значительную часть отношений на производстве. Начиная от режима, заканчивая пропуском на производство в те места, где забастовка производится. Режим работы, режим труда и отдыха. То есть это все регулируется забасткомом. Поэтому такие рабочие доказала история. Если раньше, то можно говорить, что это теоретический вопрос. Например, в середине, в конце 19-го можно было говорить, что это марсисты там выдумали. А на самом деле история человечества, прежде всего история России, история СССР, это доказало на практике, что действительно создавались рабочие дружины. начиная с февраля 1917-го года, еще до Октябрьской революции, были созданы рабочие дружины, был установлен самими рабочими, был установлен восьмичасовой рабочий день. Кто предотвратил контрреволюцию летом 1917-го года? По сути, рабочие дружины. Керенский вынужден был обратиться к большевикам, чтобы большевики организовали рабочие дружины, вернее, были уже рабочие дружины, вынужден был Керенский выдать оружие Красной Гвардии рабочим дружинам для того, чтобы Корнилова не пустить в Петроград и чтобы не было контрреволюции. Вот, и причем это рабочие показали высокий уровень самоорганизации. Ну, материализм тут налицо. Мне как бы понятно. Многие не понимают этих различий. Это тяжело или не хотят? Ну, я думаю, что здесь есть первая, самая очевидная причина. Это незнание. Просто некоторые не знают, некоторые не копались в этом. Некоторые лень включить видео со знающими людьми. Михаил Васильевич Попов, я уже говорил, раз пять это объяснял, только я видел, наверняка больше. Наверняка десятки раз объяснял в различных аудиториях, в том числе снятые на видео. Звукозаписи есть различные. Это первое самое очевидное. Второе, я думаю, более серьезное, сущностное. Наверняка это не разобраться без понимания классовых причин. Ведь есть такой класс, как мелкобуржуазия. Это сам работает, сам торгует, сам производит, да. Мелкая буржуазия, она в революции в октябрьской, в февральской, в октябрьской революции очень большую поддержку оказала рабочему классу. Без мелкой буржуазии, то есть крестьянства, значительная часть крестьянства была мелкой буржуазии. Если бы крестьянство не стало бы на сторону большевиков, победы в гражданской войне бы не было просто-напросто. То есть с одной стороны мелкий буржуа это труженик, с другой стороны мелкий буржуа это торговец. И вот здесь вот эта двойственность, конечно, она порождает стремление быть вместе с рабочим классом, потому что с родственным рабочим классом по признаку того, что производит материальный продукт. но одновременно мелкий буржуа, большинство мелкий буржуа стремятся быть более крупными буржуа, к этому толкает их само товарное хозяйство, само товарное производство. И вот эта мелкобуржуазность, она проникает во все поры. Эта мелкобуржуазность стала основой разрушения Советского Союза, социализма в нашей стране, не только в нашей стране. Потому что есть мелкобуржуазное стремление дать, ну как на рынке, дать поменьше, получить побольше. Это естественная рыночная ситуация. И в том же Советском, в нашем Советском Союзе тоже стремление такое было у многих. Кто-то умел подавлять себе это стремление, оставался в рамках коммунистических устремлений, кто-то не умел это делать и не хотел это делать, а кто-то культивировал себе это. И вот эта мелкобуржуазность, она уже на исходе Советского Союза, она превратилась где-то уже в буржуазность, уже были подпольные производства, а потом стали легальные производства после закона о кооперации, капиталистические производства, частные капиталистические производства. И вот эта мелкобуржуазность, она проявляется в том числе и в теории. То есть те, кто проповедуют подобные взгляды, или даже не проповедуют, а руководствуются такими взглядами, они стараются больше себя показать. Развить там, ну например, свой канал развить на ютюбе, ради этого подпустить какие-то сенсации, полусенсации, опровергнуть Маркса в чем-то, например. Есть попытки каких-то младенцев политических опровергать Маркса, Энгельса, Ленина, причем не взяв на себя труда изучить. Вот что-то увидели какую-то фразу, а она устарела, там есть только-то там лет. Ну так можно сказать устарела теорема Пифагора. Пока есть рабочий класс, пока есть капиталисты, теория марксизма не только не устарела, она никогда не устареет. А она применяется, она развивается, и ее классическая форма, это та форма, это форма диалектического материализма, исторического материализма. И необходимо это развивать. А вот такие неспровергатели, которые хотят получить от общества побольше, дать обществу поменьше, в данном случае поменьше знаний, побольше себе взять в виде внимания аудитории. А сейчас внимание аудитории очень неплохо конвертируется в деньги через различные рекламы, которые идут на каналы. Монетизация, да, монетизацию можно по-разному назвать. У нас уже была монетизация льгот, так называемая, которая вызвала многочисленные возмущения населения Российской Федерации. Вот это более такая глубокая причина, я думаю, это постоянно будет воспроизводиться, мелкобуржуазность воспроизводится сама, стихийно. И только сознательно можно с ней бороться, выявляя ее корни. Но пока будет основа в производстве буржуазная и мелкобуржуазная, а мелкобуржуазия сейчас целиком и полностью подчинена буржуазии. Сейчас если мелкобуржуаз не встроился в процесс воспроизводства крупного капитала, ему просто не выжить. Поэтому, я думаю, вот эта причина появления различных течений, то есть первая причина – это просто-напросто незнание, нежелание изучать капитал Маркса, науку логики Гегеля, диалектику, исторический материализм, диалектический материализм, историю развития революционного движения. Это первая причина. То есть понахватались где-то по-разному и делают какие-то свои выводы. Как говорил Гегель – необразованные рефлексии. Ну, про такое понимание. То есть еще не сформированные отражения рефлексии. А вторая причина – это именно мелкобуржуазность. А у некоторых, ну, мы сейчас не говорим просто про буржуазные, там все понятно с ними, достаточно понятно. А мелкобуржуазные, они прикидываются часто марксистами, некоторые сталинцами прикидываются. А на самом деле распространяют такие взгляды, что пролетарии – это вот программисты, это тоже рабочий класс. И вот записывают себя в рабочий класс и гордятся этим. Мы тоже рабочие. Ну, к сожалению, не избегая таких ошибок и крупные такие структуры, как государственные структуры, например, в Конституции Китайской Народной Республики написано, что интеллигенция трудовая входит в рабочий класс. Ну, конечно, это явная передержка. То есть, там много правильных вещей написано в Конституции, в Уставе Коммунистической партии Китая, в Конституции Китайской Народной Республики. Но вот это, конечно, явный перехлест. И я думаю, что тоже движение не совсем в ту сторону в этом моменте. Хотя там много других моментов, которые очень правильные и верные. Ну, вернемся в Россию. Ну, было больше, стало немножко меньше. Ну, есть, да. По сравнению с РСФСР в два раза меньше фабрично-заводских. Ну, тем не менее, судя по цифрам, предостаточно. Много. Для организации и рабочего движения много. Воспроизводстве рабочих какие противоречия существуют? Оно же вечно так не будет. Оно воспроизводится должно рабочий класс. Да, воспроизводится. Рабочий класс России воспроизводится. Вот цифры статистики говорят о том, что численность в целом сейчас сохраняется после падения, которое было в 90-х годах. И основное противоречие воспроизводства рабочего класса исходит из противоречия между рабочим классом и капиталистами, классом капиталистов. Это противоречие исходит из деления созданной стоимости на прибавочную часть, прибавочную стоимость, которая достается капиталисту, и необходимый продукт, стоимость рабочей силы, которая достается рабочим. В капитализме, который развивался без того, чтобы прерываться революциями социалистическими, там стоимость рабочей силы в этих странах, цена рабочей силы, то есть зарплата, довольно близка к стоимости рабочей силы. Рабочий класс привык бороться за свои интересы, Хотя тенденция после того, как Советский Союз разрушили, конечно, ситуация и в этих наиболее развитых капиталистических странах, она ухудшилась. Наступление капитала на труд усилилось, и рабочие очень много потеряли. От разрушения Советского Союза, от разрушения социализма в Советском Союзе очень много потеряли рабочие Западные Европы, Северной Америки, Австралии, до всего мира, по сути. Развязались руки буржуазия. Да, да, то есть не стало противовеса. Они посчитали, что угрозы уже нет. У нас по-другому сложилось. У нас капиталисты получили, по-простому говоря, задарма ресурсы природные, и долгое время не платили ренту государству с природных ресурсов. Потом в 2000 году Путин заставил часть ренты отдать в виде налога доходы от использования природных ресурсов. Часть ренты пошла в государственный бюджет, и государственный бюджет увеличился в несколько раз. Но все равно значительная часть ренты остается у капиталистов и вывозится, по сути дела, за рубеж. Достались промышленные предприятия практически даром за вот эти приватационные чеки, которые раздали, потом лихо собрали, потому что зарплату долго не платили. Люди за копейки отдали эти приватационные чеки, а на эти чеки директора предприятий, которым льготы были предоставлены, прям как инвалидам, льготы были предоставлены такие, что они могли значительную часть прямым образом приватизировать. А остальное собрал криминальный капитал, подпольный ранний капитал, и директорат собрал в своих руках довольно быстро через эти чеки, через другие формы, через залоговые аукционы, даже некоторые не прибегали к чекам, к этой возне, просто через залоговые аукционы. Как это делать? Подложили государству сотню миллионов долларов, и в залог взяли огромное предприятие, какой-нибудь Норильский никель, например. А Норильский никель миллиарды долларов стоит. И что получилось? А, естественно, никто отдавать не собирался эти 100 миллионов долларов. Хороший обмен. И получили, очень дешево получили Норильский никель. Ну, вот это второе. То есть, ренту раз, очень дешево получили уже производственные ресурсы, предприятия, организации. Ну, и самое существенное для рабочего класса цена рабочей силы в России от трех до пяти раз ниже, чем стоимость рабочей силы. Это просто ужасающее соотношение. Если раньше китайские рабочие зарабатывали меньше, чем российские рабочие, то уже целый ряд лет китайские рабочие зарабатывают больше, ну, в среднем, если говорить, больше, чем российские рабочие. В реальном выражении, да? Да, в реальном. А здесь очень легко считать, там, 1,10, где-то курс юаня и рубля. То есть, юань 10 раз больше примерно. А цены у них не выше, чем у нас. Учитывая, что значительная часть товаров у нас китайские. То есть, они дешевле у них. То есть, тут паритет покупательной способности, так называемая, если по паритету покупательной способности посчитать курс доллара к рублю, то на самом деле курс рубля должен быть раза в 3 выше. То есть, сколько можно на 100 долларов купить в Соединенных Штатах, сколько на 100 долларов можно купить в России. В России можно в 3 раза больше купить, чем в Соединенных Штатах. Вот это и есть такой коэффициент, корректирующий паритет покупательной способности. Так вот, по паритету покупательной способности Китай и Россия, где-то тут близко 1 к 1, валюта имеется в виду китайская и российская, и поэтому посчитать, рабочие на многих производствах Китая получают и 5 тысяч, и 8 тысяч юаней. То есть, надо умножить на 10, это получится в рублях. У нас такие зарплаты многие рабочие не видят. А в наиболее развитых предприятиях в Китае еще больше. То есть, раньше говорили, что в Китай шел капитал и развивалось, потому что там дешевая рабочая сила. А сейчас получается в России дешевле рабочая сила, чем в Китае. Но что-то не притока капиталов, самое главное, не притока собственных капиталов особо не наблюдается. Очень мало, мы говорили на предыдущих наших беседах, что надо делать для этого. Если это интересно, я готов еще раз об этом сказать, что надо делать для того, чтобы развитие экономики России у нас ускорилось. То есть, вот этот третий фактор – очень низкая цена рабочей силы. Почему так произошло? Ну, во-первых, значительные, как ни странно, те преимущества социализма сказываются, которые были. Значительная часть населения нашей страны получила квартиры бесплатно. А квартиры – это добрая треть доходов, которые необходимы, заработная плата, которые необходимы сейчас на ипотеку, например, направлять. То есть, получили квартиры, и тем самым уже стоимость квартир не входила в заработную плату. Ну и кроме того, вот этот кризис, который был в 90-х, это контрреволюция. Это привело к определенной депрессии в целом рабочего класса. Готовы были безработицы значительно очень. Готовы были работать, лишь бы работу не потерять. И ослабление рабочего движения за время советской власти отвыкли, отучились бастовать, отучились отстаивать свои… Ну, не все, конечно. Есть примеры замечательных достижений и сильных забастовок, и сильных организаций рабочих. Но, к сожалению, их не так много. Если в той же Китайской Народной Республике каждый год сотни и сотни забастовок, многие даже мало слышат, как-то в Китае, в социалистическом государстве, забастовки. У них даже в Конституции нет ничего про забастовки, трудовых законов и про забастовки не сказано. Они запрещены, но у нас, пожалуйста, в нашем законодательстве, пожалуйста, про забастовки все прописано. Нелегко организовать легальную забастовку, но это можно сделать. Кроме того, есть масса вариантов, когда, не нарушая закона, по сути, бастуют, как авиадиспетчеры бастовали. Им нельзя было бастовать. Они реально организовали забастовку и в несколько лет боролись разными методами. И зарплата увеличилась в несколько раз. Теперь у нас надежные кадры работают, молодые кадры приходят, авиадиспетчеры. То же самое докеры. На других предприятиях были забастовки. Сейчас у нас этого очень мало. Ну, всему свое время и не все сразу. Необходимо организовывать рабочее движение, его объединять рабочих, что и делает рабочая партия России. То есть рецепт один для вас производства. Коллективная классовая борьба. Да, коллективные действия. Коллективные действия в защиту своих экономических интересов. В рамках экономической борьбы объединяться, организовываться, формировать рабочую партию, развивать рабочую партию. И во главе с рабочей партией двигаться дальше. Наши великие предки показали нам, как это делать. К советской власти. Кстати, советская власть у нас не в октябре возникла, 17-го года, а в 1905 году. Сами рабочие создали советы. А потом в феврале 17-го года были созданы Петроградский совет, другие советы. Сначала там большевики вообще не присутствовали. Потом кооптировались туда, по сути дела. И потом завоевали большинство в советах. Ни бог, ни царь, ни герой. Нет, сами. Только в данном случае сами. То есть российская буржуазия сама здесь на уступки не пойдет. Это о том, что повысили пенсионный возраст, говорит о том, что буржуазия наступает. Наоборот, наступает. Но это не должно расхолаживать. Наоборот, всем все больше и больше становится понятным, что только сами рабочие, организуясь, просвещая друг друга, изучая марсизм, ленинизм, способны двигаться вперед. Тем более, если раньше это была теория, которая на практике подтверждалась, сейчас мы знаем и теорию знаем, и практика есть, и история есть. Ну и обобщая всю нашу беседу, все это делать есть кому получается? То есть буржуазная статистика, есть рабочий класс, есть пролетариат. В данном случае, да, буржуазная статистика вынуждена, она все хуже и хуже это делает. Сейчас только прямо посчитать промышленных рабочих прямым, это только данные последние за 2004 год, по-моему. Так надо потом просто вычленять где-то, проявлять какие-то аналитические способности для того, чтобы выявить сколько у нас. И то это примерно очень цифры, но политика это дело миллионов. А здесь получается миллионы есть, эти миллионы. То есть я говорю, да, кому делать есть? У нас больше говорят о миллионах рублей, долларов и так далее. Это мало важно по сравнению с... Самое главное это люди. Основная производительная сила, главная производительная сила, это рабочий класс. Это главная производительная сила мира. Эта главная производительная сила должна стать во главе всего народа в деле собственного освобождения. А сейчас ситуация не такая, как в 17-м году. Раньше не было социалистических государств. Сейчас в социалистических государствах живут порядка полтора миллиарда человек. Да, в Китайской Народной Республике там переходный период. Там еще социализм, государство социалистическое есть. То, что произошла революция в 1949 году. И коммунистическая партия руководит всем в Китае. Коммунистическая партия рабочий класс считает руководящей силой. И у них в Конституции написана диктатура полетариата. Они этим многим руководствуются. А самое главное, что то развитие, которое идет в Китайской Народной Республике, оно в соответствии с интересами рабочего класса. Понятно, что на капиталистических предприятиях происходит эксплуатация. Там много частных предприятий. Там миллиардеры, миллионеры. Там эксплуатируется рабочий класс. Как у нас эксплуатировался рабочий класс в переходный период. С 17-го по примерно 35-й год. У нас тоже были такие моменты. У них это шире развернулось, чем у нас в советской истории нашей. Но они поставили задачу где-то к середине нынешнего века построить социализм. То есть у них сейчас, они называют это начальная стадия социализма. Такое своеобразное название. Тоже можно несколько критически отнестись к этой фразе. Но к 49-му году, к столетию революции, они намерены построить, ну если так, они прямым текстом это не говорят, но построить социализм. Так вот сейчас ситуация для рабочего класса России в этом смысле легче. Если китайская революция это не что иное, как последствия и прямое дитя Великой Октябрьской советской коммунистической революции, то сейчас даже буржуазия России вынуждена в какой-то мере взаимодействовать с Китаем для защиты независимости России. А Китай вынужден взаимодействовать с Россией ради обеспечения стратегического баланса ядерных сил. То есть сейчас ситуация несколько иная. Сейчас нет того господства империализма, которое было до 1917 года. Сейчас мир разделен на империалистический и социалистический. И конечно рабочему классу России в этом смысле легче. Но рабочему классу России предстоит самому решать проблемы. То есть они знают, что там Китай возьмет и решит эту проблему, или еще кто-то. Нет. Проблемы, противоречия разрешаются всегда самими рабочими. То есть создание своей партии, развитие экономической борьбы, коллективных действий, развитие агитации, пропаганды. То есть победа в определенной идеологической борьбе. А сейчас посмотрите, если сравнить нынешний период и 10 лет тому назад взять. Посмотрите, насколько вырос интерес к марсизму-ленинизму. Если раньше, я вот по себе знаю, когда спрашиваю, у вас какие политические воздействия? Я говорю, коммунистические. Ну лет 10-15 назад как-то открывали глаза. Ой, коммунист. Надо же, как это так. Сейчас это совершенно нормально. Да, коммунист. Такая ностальгия по временам Советского Союза, что тут уже больше половины, наверное, согласны на то, что был социализм. Согласны. Но это мало согласия. Нужна организация. Нужна организация того, чтобы шло развитие в этом направлении. Но без борьбы ничего не движется никуда. А это закон жизни, закон вселенной. Все в борьбе. Единственная борьба противоположностей. И только в результате борьбы происходит развитие. И здесь неизбежно. Ведь, смотрите, был первобытный общинный строй. Что такое первобытный общинный строй? Это первобытный коммунизм. Потом были три формации эксплуататорские. Рабовладение, феодализм, капитализм. И в 1917 году началась эпоха развития неэксплуататорской, а антиэксплуататорской формации коммунистической. Да, это будет через, как история показала, как об этом писал Ленин еще до революции, Владимир Ильич Ленин, что мировая революция – это череда революций и контрреволюций. Будет движение вперед, будут и откаты назад. Так оно и происходит. К сожалению, произошло в нашей стране контрреволюция. И когда в 1990 году об этом Михаил Васильевич Попов сказал, при огромном стечении людей было формирование коммунистической партии... Сиест РСФСР. Те люди, которые действительно научно к этому относились, они уже видели, что идет контрреволюция, надо с этим бороться. И тогда боролись против этого. Да, потерпели поражение, но борьба была... То есть около миллиона человек из тех, кто были членами КПСС, они боролись за сохранение социализма, моментов социализма и развитие, то есть за восстановление социализма в СССР. Если бы эта борьба умещалась с успехом, я уверен, что мы жили бы 3-4 раза лучше сейчас, чем живут наши рабочие. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Спасибо.